25 сентября на пограничном контрольно-пропускном пункте Кызылбек, границы Таджикистана и Кыргызстана, состоялась встреча руководителя официальных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. Встреча прошла под руководством председателя Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумина Ятимова и председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчебека Ташиева, на которой стороны еще раз подчеркнули о необходимости продолжения переговоров и решения существующих проблем дипломатическим путем. Саймумин Ятимов и Камчебек Ташиев, председатель Сахдистской области и председатель Баткенской области, обменялись мнениями по вопросам реализации подписанного протокола и укрепления мира и стабильности на линии государственной границы Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. Было подчеркнуто, что вся военная техника должна быть возвращена на постоянное место дислокации, а стороны должны решить возникающие проблемы в духе взаимопонимания. Было названо также необходимым, чтобы у приграничных жителей был мир, а между двумя народами по-прежнему устанавливались дружеские отношения, потому что таджики и кыргызы веками жили бок о бок. Я со стороны, кыргызской стороны, адвизирую все пункты подписанного протокола, и то, что такое же решение следует со стороны наших уважаемых соседей. Дальше не должно произойти. Все мы должны вкладывать все, если не стоило возможности, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии. Я полностью подтверждаю слова, что мы сегодня представим тот протокол, который можно развивать, этот протокол, где милиторизационные были приняты в решительной мере, но оно отвержено нашим протоколом. Теперь надо его собрать. Мы одновременно провели переговоры здесь, за Куларами, и сошлись с сомнением, что ни в коем образом на таджикской, кыргийской и таджикской государственной границы не должно быть больше никаких конфликтов. Я бы хотел воспользоваться моментом и обратиться в то, что мы все должны быть очень осторожны с использованием слов, с использованием дефиненции Петермелла. Это очень-очень осторожно. Мы слова относятся прежде всего к информации, отдельным блогерам, отдельным политикам. Поэтому каждое слово может действительно наладить дело. Я бы хотел ради подробности привести слова Аристотеля, который потом в течение 2000 лет празднующего прокомментировал. Он говорит так. Неграмотный человек стоит вне политики. Сначала ему необходимо обучать азбуки. Без этого не может быть политика. Без этого есть слухи, сплетни, сказки и предосудки. Конец цитаты. В таких трагических случаях мы выбрали слов, выражений, терминологий, дефиненций. Мы должны быть очень и очень осторожны. Я тоже заявляю отдельные разговоры, которые мы сегодня с уважаемым членом Игоревичем говорим. О том, что наступит мир на таджикской и киргизской земле, если мы будем строго следовать подписывания протоколов и документов. Поэтому я призываю всех, чтобы ознакомиться с этим протоколом. Протоколы не являются секретными. И 39 протокол, и 42 протокол, и другие документы. И при комментарии строго следовать нормативно-правым актам. Мы все работаем, когда готовим соответствующие документы, в духе римского права. Оно именно регулирует общественные отношения у сторонников и международных отношений. Там есть в этой теории один очень интересный принцип. Написано о том, что воля, если она государственная, должна выразиться в форме закона, протокола, соглашения, договоров и обеспечиваться аппаратом, способный ее реализации. Иначе она, эта воля, есть ничем и ним, как пустой звон, пустой вибрации воздуха. Мы убеждены в том, что реализация этих протоколов, организация наших отношений исключительно на правовых основах приводит к миру, согласию, добрососедству между нашими братскими народами.